Всем привет! Это видео о том, как хорошо, дешево и выгодно покупать сувениры или вообще что-либо в Индии. Можно давать много советов о том, как торговаться, какие-то маркетинговые ходы, какие-то там, я не знаю, психологические замуты и прочую всякую фигню. Но вообще на побережье, например, можно достаточно много скинуть, очень большую скинуть. Самый такой универсальный совет – делите на 4, это будет реальная цена. Ну, конечно, не каждый вам продаст по цене ниже в 4 раза, чем он захотел, но в 2 раза ниже точно купите, по-любому. Можно сделать такой прием, как уходить. Ну, очень-очень классный. Главное не подавать вида, чтобы вам эта вещь понравилась. Если будете уходить, он вам и в 2, и в 3 раза будет делать ски. Точно так же можно торговаться на номера, на цену комнаты, точно так же на проезд, естественно, вот эти тук-туки, рикши, такси. Точно так же можно торговаться даже за курс обмена валют. Торговаться можно за все, особенно в таких курортных местах или на пляжах. Не нужно продавцам показывать свою заинтересованность в этой вещи. Не нужно нахваливать и говорить, о, вот это вот мне нравится, вот это отложите. Лучше как-то взять вообще другую вещь. Очень тоже мы заметили, вот мы покупали шлепанцы. Если я сразу говорил, что, о, вот такие хочу, сразу цена на них была в 3 раза выше, чем на соседние. А уже говоришь, на вот эти сколько? Ну, вот эти вот типа в 3 раза ниже, эти типа, мол, фигня, а вот эти, что ты выбрал, это же суперклассные шлепанцы. Так вот, лучше сразу показать на соседние, сказать, что мне они нравятся. Вы услышите, конечно же, сразу же в 3 раза завышенную цену, но зато ваше, про ваше скажут, что они говно, и у них цена низкая, и сразу можно будет их купить. А еще даже еще чуть-чуть скинуть. А если вы еще соберетесь, уходите, скажете, а, да здесь полно таких шлепанец пойдут, к другому куплю. 100% будет скинуть. Такие вот приемы уходить, приемы не показывать, что мне очень нравится. Еще есть хороший прием, деньги сразу дать. То есть, решить, сколько вы готовы потратить на эту вещь, но это, если речь идет о каких-то дорогих вещах, например, коврах, или о каких-то таких больших, ну, не знаю, статуях, или чашах, там, 100-200 долларов, которые стоят. Если вы решили, что вы готовы на это потратить, например, 100 долларов, а она на старте стоит 250, можно просто прийти, дать продавцу эти 100 долларов и сказать, все, я забираю, вот 100 долларов. В руки дать. Уже, когда деньги в руках, уже как-то, ну, уже трудно их назад отдать, если вдруг ли это захочет покупать. На какой-то мелкоте там, на брелках, конечно же, нет смысла, что-то 10-15 долларов. Ну, еще, конечно, от продавца зависит, тоже очень лучше смотреть. На побережье они все такие уже заживанные слегонца. Такие продавцы, которые, ну, ну, что, туристов поток большой, уже не особо, как бы, за каждого держатся, не то, что в глубинке. Каждого покупателя прям не отпустят, пока что. Вообще, лучше торговаться или утром, когда вы первый клиент, или вечером, когда вот он торговал целый день, торг, может, особо не удался, и уже хотя бы вечером немножечко заработать. Поэтому удачных покупок, торгуйтесь, торгуйтесь, еще раз торгуйтесь. КОНЕЦ